Всепогодный пистолет Ярыгина П.Я. И один в поле воин. 9-миллиметровый пистолет Ярыгина 6П35 является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения целей, с использованием 9-миллиметровых пистолетных патронов с пулей повышенной пробиваемости, индекс 7Н21, на дистанции до 50 метров, при температуре окружающей среды от минус 50 градусов до плюс 50 градусов, при этом на дистанции до 25 метров обеспечивается поражение целей, защищенных бронежилетами типа Ж-81, Ж-86-2. В начале 1991 года Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны СССР выдало тактико-техническое задание на разработку нового армейского пистолета. Опытно-конструкторская работа получила шифр «Грач». Разработка велась на Ижевском механическом заводе, в цене «Тачмаш» в Климовске, в цеки «Псо» в Туле, позже подключилась Тульское КБ приборостроения. Конструкторы Ижевского механического завода представили три опытных пистолета, среди которых был и пистолет конструкции «Ярыгина» под патроны 9х18 мм ПМММ и 7,62х25 мм ТТ. Министерство обороны Российской Федерации уточнило требования к новому армейскому пистолету. Кроме всего прочего, возможность использования патронов типа 9х19 мм Парабеллум, что расширило бы экспортные возможности пистолета. На Ижевихе уже разрабатывался пистолет «Ярыгина» под патрон 9х19, после создания отечественного патрона 7Н-21 пистолет был доработан под него. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. На вооружение вооруженных сил РФ пистолет «Ярыгина» ПЯ, индекс 6П35 под патрон 9х19 был принят постановлением правительства РФ от 21 марта 2003 года. Пистолет ПЯ по принципу работы автоматики относится к системам с использованием энергии отдачи затвора при коротком ходе ствола. При работе пистолета «Ярыгина» сцепление затвора со стволом осуществляется посредством муфты передней поверхностью окна для отражения гильзы, расцепление, за счет кулачкового паза на муфте. Сущность работы пистолета ПЯ при стрельбе заключается в следующем, при нажатии пальцем на спусковой крючок, курок освобождается от шептала, наносит удар по ударнику, который бойком разбивает капсюль патрона. В результате этого воспламеняется пороховой заряд. Пули давлением пороховых газов выбрасываются из канала ствола. Затвор вместе с скрепленным с ним стволом под действием давления пороховых газов, передающегося через дно гильзы, отходят назад. Пройдя короткий ход, ствол расцепляется с затвором и дальнейшие движения назад затвор осуществляют без ствола, удерживая выбрасывателем гильзу патрона и жимая возвратную пружину. Гильза при встрече с отражателем выбрасывается наружу через окно затвора. Затвор при откате в крайнее заднее положение поворачивает курок назад и ставит его на боевой взвод. Отойдя назад до отказа, затвор под действием возвратной пружины возвращается вперед. При движении вперед затвор досылателем захватывает из магазина очередной патрон и досылает его в патроник. При накате затвор венчиком захватывает ствол и дальнейший накат в крайнее переднее положение затвор осуществляет совместно со стволом. В крайнем переднем положении происходит сцепление ствола с затвором. Канал ствола заперт массой затвора. Пистолет снова готов к стрельбе. Для производства следующего выстрела нужно отпустить спусковой крючок, а затем снова нажать на него. Так стрельба может производиться до полного израсходования патронов в магазине. По израсходовании всех патронов из магазина затвор становится на замыкатель и остается в заднем положении. Ударно-спусковой механизм пистолета 5-куркового типа с открытым курком и возможностью самовзвода. Вместимость магазина пистолета 5 до 18 патронов обеспечивается за счет двухрядного расположения патронов в коробчатом магазине. Через отверстие в корпусе имеется возможность визуального определения количества патронов в магазине. Предохранитель пистолета Ирыгина двустороннего действия, защелка магазина с возможностью установки и воздействия как с левой, так и с правой сторон. Это дает возможность приведения пистолета в боевое состояние и стрельбы как правой, так и левой рукой. Конструкция защелки магазина позволяет быстро отделить магазин от пистолета. Безопасность пистолета ПЯ обеспечивается за счет флажкового предохранителя, блокирующего затвор и ударно-спусковой механизм как в спущенном, так и во взведенном положениях, а также за счет предохранительного взвода курка, предохраняющего от удара по ударнику при падении пистолета и при срыве курка при его взведении. Кроме того, при наличии патронов патроники выступающая часть выбрасывателя выполняет роль указателя наличия патронов патроники и позволяет производить контроль как визуально, так и на ощупь. Форма рукоятки и предохранительной скобы пистолета Ирыгина позволяет вести стрельбу с одной или двух рук, в том числе в двухслойных перчатках. Прицельное приспособление обеспечивает стрельбу на дальность до 50 метров с возможностью установки светящихся элементов для стрельбы в условиях ограниченной видимости. Форма предохранительной скобы и передние части рамки позволяют установить кронштейн для простейших оптических прицелов. Наружная поверхность пистолета ПЯ имеет защитное антикоррозионное, стойкое к стиранию покрытия, химическое оксидирование. Рабочие поверхности пистолета, затвор, защелка магазина, курок, замыкатель, предохранитель, рукоятка, имеют рифление. Применяемые материалы обеспечивают эксплуатацию пистолета Ирыгина в условиях тропического климата.